Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Запретить массовые мероприятия готовы ли жители к новой волне ограничений? Мир педагогов и школьников. В День учителя говорим о главных проблемах современной школы. Ищем таланты. В Барнауле открылась первая в Сибири Академия Льва Яшина. Как будут растить будущих футболистов? В Алтайском крае закрыто 10 школ. 6 из-за ОРВИ, 4 по причине ковида. Частично на удаленку ушли 88 школ. Как пояснили в региональном Роспотребнадзоре, образовательные учреждения закрывают или переводят на дистант, если 20% учеников на больничном по причине простуды. Если говорить о коронавирусе, достаточно и одного заболевшего. Поэтому специалисты советуют родителям следить за детьми, чтобы те не посещали торговые центры и места скопления. Отменить массовые мероприятия. Эти слова главы Роспотребнадзора страны вновь напугали россиян. Едва ли не больше, чем волна коронавируса, которая уже превысила прошлогоднюю. Что об этом думают барнаульцы и сами сотрудники общественных сфер, расскажем далее. После выборов в России значительно увеличилось количество заболевших коронавирусом. Параллельно растет и статистика смертности. Алтайский край не стал исключением. Ежедневно здесь заболевают свыше 250 больных, а умирают более 25. Поэтому слова главы Роспотребнадзора страны Анны Поповой легли на подготовленную почву отменить массовые мероприятия. И несмотря на обострение ковид-ситуации, читатели информагентств заволновались. Опять запреты. Региональные власти пока молчат. В настоящее время нужно просто-напросто сформировать какую-то группу ученых, экспертов, которые бы давали, вырабатывали рекомендации губернаторам. На сегодняшний день такой группы экспертов нет. Это вроде все отвечает чиновники. Хоккейные матчи, концерты, спектакли. Отменят ли мероприятия, которые ждут зрители? Кстати, опрошенные нами барнаульцы оказались довольно терпимы к громким заявлениям с Москвы. Надо вводить самые жесткие меры. В транспорте, в магазинах в Мариера соблюдается слегка. В транспорте вообще не соблюдается. Мне кажется, что это надо просто соблюдать меры. Ходить в маски, мыть руки. Ну и понятно, чтобы сильно обращение мероприятий запретить. Вот так. Я думаю, что нужно в данном случае действовать радикально. Отменить полностью все. Сфера развлечений, организации массовых мероприятий, которая больше всего пострадала от прошлогоднего локдауна, с опаской смотрит на эту инициативу. Так, в спортивном комплексе «Темп» год назад вынуждены отказались от проведения шоу и сфокусировались только на соревнованиях. Сейчас и они могут оказаться под запретом. Если будет какое-то закрытие, введение каких-то новых ограничений, то есть мы их не понимаем. То есть мы всегда говорим Роспотребнадзору, что все мероприятия необходимые и прописанные в их рекомендациях, мы готовы выполнять. Мы это все купили, потратили средства. По словам медиков, эта волна коронавируса уже больше прошлогодней. Просто мало кто из жителей обращает на это внимание. Привыкли. Но мощности медицины ограничены. Чтобы успеть помочь всем и задержать рост, в регионе даже рассматривали введение QR-кодов. Но это технически невозможно. Власти надо все-таки жестко выдерживать те запреты, которые существуют сейчас, но которые никто не выполняет. Масочный режим, отсутствие массовых собраний, полтора метра дистанция. И все-таки больше разворачивать привычную кампанию. Чуть позже в Роспотребе страны дали разъяснение. Новые ограничения вводить не собираются. Ведь это право остается за главами регионов. Оперштаб на эту тему планируют провести на этой неделе. Артем Гусельников, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Руководители алтайских больниц сегодня получили ключи от новых машин скорой помощи. 23 кареты отправятся в Барнаул, Бийск, Рубцовск, Олейский, Калманский, Локтевский и другие районы. Транспорт приобрели за счет средств федерального бюджета, потратив более 72 миллионов рублей. Большинство машин относятся к классу Б, то есть для проведения лечебных мероприятий силами фельдшерской бригады. Также три машины отнесены к классу С. Их использует реанимация. Добавим, что на станциях скорой помощи сейчас не самый простой период. Накануне в Минздраве заявили о стремительном росте заболеваемости коронавирусом и сезонными инфекциями. Сейчас каждый день скорая помощь по Барнаулу принимает по 1200 вызовов. По краю – полторы тысячи. И очень хорошо, что эти машины не просто новые, они внутри имеют полноценное оснащенное оборудование, которое позволяет оказать качественную помощь во время транспортировки пациента. Поэтому огромное спасибо, и у нас сегодня праздник. В Алтайском крае сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 20 тысяч педагогов. Не случайно их называют классными мамами, ведь почти 90% алтайских учителей – женщины. Также свой праздник отметили и будущие педагоги, а именно воспитанники Барнаульского педагогического колледжа. Его выпускников можно встретить во всех учебных учреждениях города. Сегодня во дворе учреждения открыли памятник, посвященный молодому учителю. Его автор – известный алтайский скульптор Сергей Мозговой. Архитектурный объект символизирует тернистый путь к знаниям, в котором детям помогают их педагоги. Это, естественно, и учитель начальных классов физкультуры, музыки, изобразительного искусства. Именно те специальности, которых мы готовили. 106 лет наш колледж воспитывает и готовит педагогов для Алтайского края. Более 30 тысяч молодых педагогов вышли из тем нашего колледжа. 59% российских педагогов жалуются на трудное поведение школьников. По данным коммерсантов, в последние годы увеличилась агрессия с их стороны. Они игнорируют учителей, пропускают и срывают занятия, а преподаватели сталкиваются с травлей и насилием со стороны учеников. На конфликты в классе жалуются и сами школьники. В чем причина возникновения таких ситуаций? В современных неуправляемых детях или неумении педагогов найти к ним подход? В день учителя в проблеме пыталась разобраться Татьяна Голубева. Это кадры из жизни современной школы. Такая история могла произойти и в реальности, хотя на видео познавательный ролик. Как не надо себя вести и школьникам, и педагогам. Вы делаете объявление о предстоящем субботнике, и один из сильных учеников встает и говорит, физический труд – это для тупых. И у него тут же находятся сторонники. Придумайте, что ответить. А это уже занятие в Алтайском педагогическом вузе. Конфликтные ситуации здесь рассматривают в рамках предмета педагогика. Правда, быстро соориентироваться, как поступить в сложные ситуации, у второкурсников не всегда получается. Преподаватель говорит, все приходит с опытом. Но такие занятия будущим учителям просто необходимы. Такие как раз-таки практикумы дают возможность сразу реагировать и все. Настраивать как раз-таки нормальные отношения с детьми. Дети, они сейчас как губка. Они впитывают все то, что ты им даешь. Если ты зашел на них сразу, сели, встали, вот это вот, знаете, негатив какой-то. Они постепенно привыкают к твоему крику и, ну все, ты потерял класс. Если ты к детям подошел с таким пониманием того, что они уже личности, им это важно понимать, что они личности, ты уважаешь их границы, поверьте, они будут бежать к тебе и обниматься. Инна в школе первый год, но чувствует себя уже вполне уверенно, хотя изначально небольшой страх все-таки был. Но помогли наставники. Программу наставничества в 73-м лицее применяют уже три года. Студенты педагогического вуза даже просятся сюда на практику, чтобы получить неоценимый опыт. Мы сначала изучили дефициты студентов, спрашиваем, да, что им интересно, какие сложности, какие трудности. А вы какие, вот что они говорили вам? Ну, здесь по статистике, так скажем, если рейтинг выстроить, да, то спрашивают помощь в организации, например, классных часов, организация родительских собраний. Я когда шла, я боялась 10-го класса. Ну, вот опять же, это то, что казалось тебе, вот они тебя не будут воспринимать или еще что-то. У нас в школе очень хорошо развита система наставничества. Я перед тем, как идти, я Сергей Иванович, помогайте мне, рассказывайте. Ничего не бойся, собралась. Он мне рассказывает про особенности детей. То есть, конечно, когда ты изучаешь это на парах, это одно. Когда ты выходишь в жизнь, это другое. Не случайно, что в 73-м лицее десяток молодых педагогов, и конфликтов между ними и учениками почти не случается. Ну, разве что такого плана. Когда учитель поставил оценку, но не объяснил, почему именно такую оценку поставил. Например, у тебя одна ошибка, и поставили тройку. Ну, ты непонятно, почему именно тройка, а не четверка. Тянем, тянем руку, а нас просто игнорят и переходят на другой вопрос. И сразу приходит какая-то обида на учителя. К слову, и подобные незначительные недопонимания и гораздо более серьезные конфликты легко разрешить, уверена психолог. Стоит попробовать сотрудничать с детьми. И этому тоже молодых педагогов учат. Рекомендуется, чтобы каждый учитель, особенно классный руководитель, когда мы организуем, допустим, встречу, мы должны заключать некое групповое соглашение, групповой договор. Давайте, что у нас в классе будет принято уважать друг друга, поднимать руку, когда мы хотим что-то сказать, просить разрешения, помогать друг другу. В Барнауле за последний год серьезных конфликтов между учениками и педагогами не было. Ну, по крайней мере, до Комитета по образованию такого рода информация не доходила. Жалобы не на общение, не на педагога, а бывают там, ну, просто не поняли, не дошли. И очень часто, когда начинаешь выяснять ситуацию, конфликт исчерпывает сам себя, потому что, если конфликт возник в школе, конечно, надо решать его и в школе. Однако молодые педагоги, если брать ситуацию в целом, а не конкретно 73-й Барнаульский лицей, из профессии частенько уходят. И далеко не по причине конфликта педагог-ученик или педагог-родитель. Уходят из профессии, наверное, тогда, когда, мне кажется, что если сталкиваются с такой жесткой административной линией по отношению к педагогу, и когда они понимают, что требований слишком много, они жесткие, они не гибкие, и понимают, что нет, не ценится, может быть, контакт с детьми. Скорее всего, наладить изначально, опять же, чтобы у них какие-то ежемесячные, возможно, встречи с администрацией школы и со всеми учителями. В чем трудность, как решать, какие варианты есть. То есть обсуждать, не делать позицию сверху, я знаю тут все, потому что хороший руководитель тот, кто еще интересуется, в чем нуждаются сотрудники. Так что проблемы сегодняшних педагогов не всегда лежат в плоскости низкой зарплаты или конфликтов с учащимися. И хотя школьники сегодня действительно особенные, найти с ними контакты и исключить конфликты, по словам тех же молодых учителей, не так уж и сложно. Если ты не наседаешь, не стараешься палкой его подчинить, а показываешь, а я свой предмет могу вам подать вот так, а я, например, на общество знаний могу приводить примеры на вашем инстаграме, почему нет? И у них вот такие глаза. Я сама не понимаю, как я это завоевываю доверие. Например, в субботу мне позвонили из Мариера, я получила звание «Любимый учитель». Вот за меня проголосовало 209 голосов, мы дали ребята. Я не знала же про этот конкурс, я не думала, что я в нем участвую. Вот как-то доверие, наверное, заслужило. Наверное, здесь все зависит все-таки от характера человека, от его умения общаться. Насколько он может донести, убедить ребенка в чем-то, настолько он будет успешнее в своей профессии. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком. Прошло 9 месяцев, но чуда не произошло. Барнаульская пенсионерка не дождалась коммунальщиков и сама латает потолок в квартире. Подробности у Анары Шагировой. Это Нина Михайловна. И про ее беду мы рассказывали в феврале. На кухню пенсионерки в прямом смысле шел дождь. Накопившийся на крыше снег растаял и проник в квартиру. Еще тогда управляющая компания обещала хоть как-то решить проблему с кровлей. В ближайшее время. Попробуем утеплить пенополистиролом в сан вверху кирпичной кладки под крышей. Попробуем. Не думаю, что это поможет. Но даже этого, как уверяет Нина Михайловна, спустя 9 месяцев не сделали. Между тем, деньги на капремонт и содержание жительница платит каждый месяц. В год только от нее на счет дома поступает 6 тысяч. Однако крыша текла тогда и течет сейчас. Еще в прокуратуру писала. Вот еще в строительный комитет писала. Опять в прокуратуру. И последним бумагом мне пришла инспекция строительного жилищного надзора. В последнем документе сказано, управляющая компания должна устранить протечку крыши до 25 августа. А сейчас того и гляди, с потолка вновь начнет капать. Поэтому пенсионерка вместо разбирательств начала действовать сама. Наняла рабочих и купила материалы, потратив 15 тысяч рублей. В 2021 году Верховный суд поставил окончательную точку в споре с управляющим компанией относительно того, кто должен устранять протечки. И возложил все-таки эту обязанность на управляющую организацию. И по закону проблема должна быть решена в течение суток с момента обращения жителя. Однако руководитель управляющей компании Андрей Суковацин по телефону говорить был не готов. Связанной речи мы от него не услышали. А Нине Михайловне еще предстоит тестить отремонтированную на свои же деньги крышу, приводить в порядок потолок и наблюдать, какой будет погода в доме. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком. Житель Казахстана, который две недели жил в Камазе, наконец-то вернулся домой. Напомним, мужчину, за которого переживал практически весь Барнаул, задержали сотрудники Ространснадзора из-за того, что габариты его прицепа превышали норму. Ведомство предписало Айдоса Сабирова спилить лишние 4 сантиметра прицепа. После того, как мужчина устранил нарушения, Ространснадзор вернул водителю документы на транспорт. Сегодня мужчина уже дома и благодарит всех неравнодушных барнаульцев, которые откликнулись на его беду и помогали ему продуктами. Первый в Сибири филиал футбольной академии имени Льва Яшина открыли в Барнауле. Это престижная столичная школа, которая начала выходить в регионы в поисках талантливых игроков. Однако миссия школы шире – вырастить новую плеяду российских футболистов. Слово Дмитрию Дроздову. Новый этап в развитии российского футбола в Барнауле открыли филиал столичной академии «Динамо» имени Льва Яшина. Пополняем состав как региональных команд, так и московского «Динамо». Об этом дне мечтали больше года. Переговоры со столицей шли с февраля 2020 года. Тогда москвичи еще выбирали, в каком городе Сибири открыть отделение. Но предпочтение отдали нам. Открытие таких центров, которые на системной основе занимаются развитием детско-юношеского спорта, на системной основе занимаются воспитанием подрастающего поколения. Наши молодежи, конечно же, дадут свои результаты. В нашем случае сыграл «Козырь» свое «Динамо» солидной истории и целой плеядой профессиональных игроков. Например, полузащитник Владислав Камилов из клуба «Уфа», Александр Ерохин из питерского «Зенита» и Александр Соболев, который сейчас выступает за «Спартак». И после долгого зачишья забил гол в российской премьер-лиге. Довольно трудно. Соболев! Соболев! Ну а вот это выход один на один. На тренировках они дисциплинированы, а на поле не боятся брать игру на себя и рискуют. Я не из практики скажу, а просто футбол меняется, быстрота меняется. Поэтому на это надо смотреть. Быстрота движения, быстрота мышления. 250 юных футболистов уже зачислены в региональный филиал. Возраст будущих звезд от 7 до 20 лет. Наборы будут каждые два года. Центральная школа в Москве берет на себя траты на эгипировку, взносы, выезды и современные технологии. А поможет им в этом региональный банк ВДБ. Мы планируем, что они будут отслеживать прогресс воспитанников с помощью датчиков, которые мы купим. Это и датчики контроля сердечных сокращений, и датчики контроля скорости. Все эти данные будут вноситься, и мы сможем уже строить прогнозы по воспитанникам, кто будущая звезда, кто отстает, кто прибавляет и так далее. Это поможет быстрее раскрыть потенциал игрока и вовремя внести коррективы. Кстати, подобные методики используют в некоторых испанских командах. За хорошие результаты юные футболисты получат шанс пополнить ряды столичных академиков. А там один шаг до профессионального футбола. Московские наставники верят, что через 3-5 лет такой подготовки у нас появятся яркие футболисты. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через секунду о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok